МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Тюменского госуниверситета. Здравствуйте! 2018 год, объявленный в России годом добровольца, это повод собраться вместе и обсудить актуальные планы. На этой неделе ректор Тюмгу встретился с активными студентами-волонтерами и стал участником неформального открытия нового добровольческого сезона. Валерий Фольков вручил благодарственные письма и рассказал, почему волонтерскому движению в университете уделяют особое внимание. Добровольчество и волонтерство, я считаю, что это часть миссии университета, потому что задача наша основная – это не только проводить исследования и дать хорошее образование полноценное тем, кто к нам пришел, но это еще и воспитание личности, потому что в школе, в семье закладываются основы личности, в университет – это хорошее место, где самые лучшие качества человека должны и проявиться, и сформироваться. В этой связи, мне кажется, что и добровольчество, и волонтерство – это прекрасная возможность реализовать себя и сделать много добрых дел. Каждый студент Тюнгу может вступить в ряды добровольцев, чтобы поддержать детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, помочь пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья, работать переводчиком на международных спортивных соревнованиях и фестивалях, сопровождать иностранных гостей, поддержать донорское движение, стать донором, привлекать студентов к сдаче крови. Студенты ездят в командировки на форумы, всероссийские мероприятия и создают собственные социальные проекты. Все больше неравнодушных студентов откликаются и приходят в Лигу добровольцев Тюнгу. Продолжаем выпуск. Физико-технический институт Тюнгу вновь посетили гостей из университета Киндаи, который в партнерстве с Тюменским госуниверситетом планирует развернуть программу студенческого обмена. Программа по обмену студентами станет началом плодотворного сотрудничества между университетами. Японские бакалавры смогут погрузиться в российскую науку, а тюменские студенты вряд ли откажутся учить катакану на ее исторической родине. Продолжаем подводить итоги недели вместе с корреспондентами Евразион ТВ. Израиль – еще одна страна, с которой ученые Тюменского госуниверситета успешно развивают научное сотрудничество. Об одном таком примере – наш следующий репортаж. – Специализированная установка – это задача, в частности, связанная с процессами. Научная лаборатория под руководством Александра Федорца активно сотрудничает с зарубежными учеными. Например, весьма плодотворно идет работа с израильским профессором Эдуардом Бармашенко. – Мы уже много лет сотрудничаем с группой Александра Анатольевича Федорцау. Он открыл явление. Сегодня открыть явление не так просто, а уже все открыто. Открыл замечательное явление, очень красиво. И оно очень сильно пересекается с теми областями, в которых мы много лет уже работаем. Поэтому наш опыт – это как бы визит не случайный. Ну а здесь, когда лично общаешься, можно раскрыть какие-то перспективы и поработать с другими людьми. Затем и приехал. Эдуард Бармашенко – автор более ста научных работ и одиннадцати патентов. Занимается физикой и химией поверхностных явлений. Говорит, что это бесконечное поле научной и практической деятельности. Ведь поверхность есть у любого тела. Мы отпубликовались в самых престижных журналах мира с очень высоким импакт-фактором. Последняя статья вышла там даже девять с лишним. Это супер престижный журнал. Но если говорить все-таки по сути дела, а не о бюрократической машинерии, то научное взаимодействие очень интересное, поскольку удается получать новые результаты. Открытие явления – это результат сотрудничества международного коллектива из США, Англии, Израиля. Но первыми в строчке авторов стоят тюменские ученые. Опыт ученого здесь играет огромную роль. Опыт и авторитет ученого. Конечно, когда в коллективе работают такие ученые, как профессор Бармашенко, то многие двери в тех же редакциях престижных журналов, они открываются проще. Хотя никто, конечно, не снимает необходимость, чтобы это была работа на высшем уровне. Разработки тюменских и зарубежных ученых носят прикладной характер. Уже определены области, где готовы к практическому применению явления. О других событиях научной, образовательной и студенческой жизни в блоке новостей короткой строкой. В Институте государства и права Тюнгу открылась базовая кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования. Ее возглавил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области Игорь Веретенников. Развитие конкуренции имеет решающее значение для российской экономики. Поэтому сегодня нужны специалисты, компетентные в сфере закупок и конкурентного права. Перспективы развития Тобольска обсудили студенты пединститута филиала Тюнгу с мэром города Владимиром Мазуром. Например, Марию Семенову, призера форума «Богатство России», интересовала, какие направления в науке и исследованиях будут актуальны в ближайшее время. Гранноначальник акцентировал внимание молодых исследователей на вопросах экологии. А студентов педагогических направлений интересовали перспективы развития образования и возможность трудоустройства по профессии. Владимир Мазур не только охотно отвечал на вопросы, но и раскрыл свой секрет жизненного успеха. Тюменский госуниверситет стал площадкой всероссийской акции «Толис Диктат-2018». В этот раз организатором акции выступил ресурсный центр немецкого языка и культуры. Любители немецкого собираются вместе уже в шестой раз, но в этом году для диктанта выбрали спортивную тему – футбол. С результатами можно будет ознакомиться на официальном сайте Тюнгу. Первую школу востоковеда открыли в Тюменском государственном университете. Этот междисциплинарный образовательный проект, победитель фонда президентских грантов, направлен на привлечение интереса к изучению истории, языков и культуры Востока. Преподаватели школы постараются доступно и увлекательно рассказывать о психологии межкультурных коммуникаций, о языках восточных народов и тайнах клинописи. В Институте психологии и педагогики Тюмгу открылась новая художественная выставка. На ней представлены в основном работы мастера акварели из Новосибирска Михаила Лямкина. Кроме того, посетители выставки смогут полюбоваться работами студентки Виктории Рыбаковой. Молодая художница считает, что раскрыть талант ей помогают книги по искусству и творчество таких мастеров, как Михаил Лямкин. И еще один сюжет в конце этого выпуска. В Белом зале Тюменского госуниверситета состоялось торжественное награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. В этом году в ней участвовали более тысячи ребят из всех городов и районов области. Георгий Илаев расскажет подробнее. Учащиеся гимназии Тюменского госуниверситета вновь показали класс, заняв лидирующие позиции на региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Они завоевали 18 первых мест по 13 дисциплинам. Еще 19 дипломов гимназисты получили за вторые и третьи места. Всего победителями и призерами регионального тура Олимпиады стали 32 гимназиста Тюмгу. Причем некоторые ребята отличились сразу по двум любимым наукам. Свободное время я и провожу, можно сказать, тоже с физикой. Когда человеку нравится это, то в принципе он и занимает этим свое свободное время. Ну то есть, конечно, я там не прям 24 часа сижу за уроками, но мне просто нравится, а я дополнительно что-то изучаю. Но разумеется, в жизни гимназистов есть не только учеба. К примеру, Анастасия Чернятьева мечтает стать режиссеркой авторского кино. Я очень люблю работы Квентина Тарантино. Мне безумно нравится фильм «Криминальное чтиво» и вот из нового «Омерзительная восьмерка». Вот меня интересует примерно такой жанр. Мне действительно нравится то, как он делает свою работу. Одержавшие победу в региональном этапе Всероссийской Олимпиады отправятся в финал, а мы будем непременно следить за их новыми успехами. Успешное участие учеников средней школы во Всероссийской Олимпиаде школьников не только способствует их развитию, но и помогает обеспечить бюджетное место в ВУЗе. Так, при поступлении в Сюнгу, сегодняшние победители и призеры получат дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ. Георгий Лаев, Алексей Мойсов, Евразион ТВ. Весна, пусть пока календарная, уже вступила в свои права. Пусть за окном лежит снег, он не помешает нам делиться улыбками, цветами и хорошими новостями. Хороших праздников и выходных. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова